С нами на связи Ибрагим Янгулбаев и руководитель движения АДАТ. Ибрагим, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ибрагим, Кадыров, как он утверждает в ТикТоке, отправил своих несовершеннолетних детей оба слова подходят на войну в Украину. Зачем ему этот пиар-ход? Чтобы что? Это уже все идет, не сейчас это все началось. Помните, митинги были в Грозном, женщины выходили. Потому что недовольство было в том, что почему ты наших детей отправляешь, а твои дети отдыхают в Дубае, в Эмиратах и так далее. И эти претензии были как раз-таки изначально от родственников тех кадыровцев, которых он отправил туда. Поэтому он с таким пафосом, вы видели, да, колонны Мерседеса своих племянников, детей, дочку тоже Айшат Кадырова, они отправили в Мариуполь, и они там сделали такой пиар-ход, какую-то гуманитарную помощь, мол, они отправили от фонда Ахмата Кадырова. И только пиар-ход, типа, мол, вот мои дети тоже на передовой, вот тоже они участвуют в боях. А на самом деле устроили им экскурсию по разрушенному Мариуполю, сделали этот, я не знаю, такой цирк устроили, типа они взяли в плен троих украинцев, привезли их. А, кстати, вчера они были на этих матчах UFC в Абу-Даби. Так только они везде успевают. Успевают поехать в Дубай отдохнуть, приехать, отправить гумпомощь, повоевать, заплатить в плен троих военных и отправиться на бои UFC в Абу-Даби. Вот такой у них плотный график у детей Кадырова. Вот вспоминается известная советская кинокомедия, там, где был план, помните, 14.00 война с Англией, 15.00 обед и так далее, и так далее, посписывавшись, 17.00 подвиг. Ну, наверное, они по такому графику живут в режиму дня. Хорошо, а как это, ну, нужно мне подбирать, мне нужно подобрать слово, как это воспринимают, наверное, поглощают ли такую информацию, да, как доходит эта информация до чеченского народа? Удается ли сбить этот градус напряжения? Верят ли люди во все эти тикток, в эту всю тикток-пропаганду, во всех этих, якобы, взятых в плен украинцах, ну и так далее, и тому подобное? Нет, конечно, это не верят. Вот как раз-таки вчера, когда они были в Абудабе, нам скидывали наши активисты то, что вот видеоролики, фотки, что они находятся теперь в Абудабе. То есть это воспринимается народом, некоторые воспринимают с ухмылкой, то есть смеются над этим, другие озлобляются над этим, потому что, типа, почему так явно на угром? Вот ему вообще тупо хотя бы немножко, там, более реалистичнее бы сняли эти видеоролики. Народ ни в коем случае не верит этому. Просто есть категория, кто смеется над этим, есть категория, которая еще, ну, озлоблена над этим, тем, что вот каждый раз вот таким наглым способом они делают вот это видео, снимают видео. Ну, а сам Кадыров не чувствует вот это, что его видео, они, ну, такого эффекта, как ему хотелось бы, да, они не производят. Они производят абсолютно обратный эффект. Или там, ну, вообще все равно? Ну, Кадыров, ну, давайте честно, это не какое-то не оскорбление, Кадыров, это просто факт. Кадыров уже закомпульсован в Абудабе, он не окончил школу. Он не умный, а окружение, боится ему что-то сказать. Кадыров реально думает, сняв эти ролики, он такой сильный, мощный, типа вот такой, смотрите. Он реально так думает, он же недалек ума человек. А окружение не может этого ему поперечить, сказать, нет, давайте, не так. И поэтому он и снимает эти ролики дома, что реально это как-то воздействует, реально, что люди воспринимают это каким-то таким серьезным, серьезным видео, серьезной информацией. И все, вот, просто изолирован в своем вот этом окружении, безоблюдом, и не может, никто не может на него повлиять, сказать, слушай, ну это же какой-то, не даже болевод, а какая-то другая киностудия. Давайте по-другому снять. Не могут они ему поперечить, что-то либо сказать. Ну, а народ поперечить может? Вот темпы мобилизации, наглая вот эта бесцеремонная мобилизация. Первые погибшие, да, их уже много, которые пришли. Женщины вышли на протест. Ну, можно ли говорить, что в Чечне уже формируется какое-то протестное движение, что она хотя бы в зародыше есть? Или все-таки на это рассчитывать пока еще рано? Протестное настроение в народе у нас еще с кавказского времен. То есть у нас протестное настроение всегда есть. Но мы должны понимать, что Чечня находится в оккупации. Те военные части и те солдаты и армии, которые есть в Чечне, они все еще там находятся. И из-за того, что были 200 среди кадыровцев, ну это как раз-таки мы видим этот результат, что кадыровцы начинают грызуться между собой. А так, ну, я не буду говорить наивно и популистскими словами, скажу, как я сейчас на данном этапе какие-то массовые революции или какие-то массовые митики в Чечне не будут, потому что еще раз она находится, Чечня находится в оккупации. Те женщины, которые вышли, они, да, вышли на свой страх и риск. Это было очень отважно. Но мы же знаем, что с ними потом произошло. Привезли всех мужчин этих женщин, заставили избить своих жен, матерей, и заставили подписать договора. Некоторых отправили в Украину, некоторых устроили в местные силовые структуры. Это же не какой-то другой регион в России. Это Чечня. То есть там вообще любого человека возьмут и убьют. Всех его родственников убьют. И никто ничего не сможет с этим поделать. У людей же нет оружия. У чеченского народа, так как этот народ наводится покупать, у нас нет оружия. Те наши партизаны, воины, которые были, они, вот, последняя группа два года назад их Россия убила. То есть все еще нет. Но есть подрастающее поколение, настроение, которое все больше и больше накапливается. Но вот сейчас за одним щелчком все будет. Я не могу это сказать. Но мы надеемся, что этот потенциал все больше и больше возрастает. И все равно чеченский народ встанет и добьется своей свободы. Это всегда было. Мы у нас просто в каких-то периодах, в отрезке времени у нас начинались войны. Мы делали вооруженное восстание, когда у нас накапливалась сила. А когда вот в это время мы накапливали силы. А когда вот накопится, мы уже вставали. Это всегда было. И в советское время, когда наш народ депортировали, у нас были некоторые абреки. Мы их так абреками называем, эти партизаны. Они воевали вплоть до 80-х годов. В 90-х вы знаете независимость Ичкерии, две кровопролитные войны и так далее. Но просто сейчас вот встанут, но я не могу сказать. Накапливаем силы, так сказать. Ну, мы вам помогаем, чем можем. Мы можем вспомнить наше недавнее решение Верховной Рады Украины о признании Ичкерии оккупированной Россией и об осуждении геноцида чеченцев. Мы как можем вам помогаем. Вслед за нами, мы уверены, подключатся и парламенты других государств. И вот и ваша внутренняя... Вы со своей стороны, а и весь мир цивилизованный со своей стороны, наверное, все-таки погонят эту власть. Тем более, что многие эксперты говорят, что и до развала России уже не так долго осталось ждать. ВСУ работает в этом отношении очень четко, грамотно и достаточно быстро, как может. Спасибо вам за этот диалог. Ибрагим Янгулбаев, руководитель движения АДАТ, был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Спасибо большое.